уважаемые господа студенты рассмотрим с вами шестую тему по учебной дисциплине теории государства и права тема называется механизм аппарат государства рассмотрим три учебных вопросов первый учебный вопрос понятие механизма аппарата государства второй учебный вопрос органы государства их классификация и третий учебный вопрос вооруженные силы в механизме государства так по первому учебному вопросу отметим что механизм государства это система специальных органов и учреждений посредством которых осуществляется государственное управление обществом и защита его основных интересов наиболее общими признаками государственного механизма аппарата является первое что механизм государства состоит из людей специально занимающихся управлением законотворчеством исполнением законом их охраны от нарушений следующий признак что государственный механизм представляет собой сложную систему органов и учреждений которые находятся в тесной взаимосвязи при осуществлении их непосредственных властных функций третий признак функции всех звеньев государственного аппарата обеспечивается организационными и финансовыми средствами а в некоторых средств случаях и принудительным воздействием четвертый признак механизм государства призван надежно гарантировать и охранять законные интересы и права своих граждан рассмотрим исторический аспект органов государственной власти и так в древне восточных и античных европейских странах механизм государства имел следующую систему первое глава государства далее центральные учреждения должностные лица местные органы чиновники армия суд полиция и другие государственные структуры вот основные органы государственной власти римской республики мы рассмотрим более подробно ими являлись сенат народные собрания магистры и так сенат представлял собой один из высших органов государства который играл первостепенную роль в решении важнейших вопросов общественной жизни в области законодательной занимался утверждением законов принятых собраниями центуриатов и трибутов издания общих постановлений о благоустройстве и общественной безопасности в области финансовой сенат занимался разработкой государственного бюджета и установлением налогов области военного строительства сенат занимался установлением количества призываемых распределение армии и провинции между военачальниками выделение средств на ведение военных действий народные собрания так называемые комиссии осуществляли высшие законодательные и управленческие функции принимали или отклоняли проекты законов избирали высших должностных лиц государства магистратов рассматривали жалобы лиц принужденных магистратам к тяжкому наказанию сами магистраты чем занимались они выполняли управленческие функции избирались на один год вознаграждение за свою работу не получали основные функции магистратов были следующие что это верховное командование войскам и заключение перемирий право собирать сенат и народное собрание право суда и наложение наказаний право издания и диктов право наложения штрафов за не выполнение распоряжения и так мы с вами вкратце рассмотрели органы государственной власти римской республики в зависимости от конкретных задач управления магистратов они подразделялись на консулов диктаторов преторов цензоров квестеров и других то такие были консулы консули это верховные магистраты командовали войском созывали сенат осуществляли внутреннее управление диктатор это чрезвычайный магистрат назначался в особых случаях одним из консулов по предложению сената на 6 месяцев на случай военной опасности и чрезвычайных обстоятельств преторы сначала были заместителями консулов позже выполняли функции судебного надзора за разрешением имущественных дел цензоры составляли списки сенаторов и распределяли граждан по военным и территориальным единицам оценивали имущество осуществляли надзор за так называемыми нравами квестеры ведали уголовными делами хранили казну получали платежи и выплачивали деньги сейчас рассмотрим вкратце механизм феодального средневекового государства он конечно претерпевал значительные изменения в зависимости от основных этапов его развития первый этап это раннефеодальный далее идет сословно представительской и абсолютной монархии в период раннефеодальной монархии аппарат государства имел несложную структуру он состоял из главы государством короля князя придворные знати военные дружины сборщиков податей позже появляется сословно представительские исполнительные и другие органы государственной власти в 17 18 веках вносятся новые коррективы в структуру и функциональную деятельность государственного аппарата так например в соединенных штатах америки механизм государства образуется по классической схеме разделения властей законодательная власть по конституции 1787 года уверяется конгрессу состоящему из двух палат палаты представителей и сената главой государства и правительства становится президент сша высшей судебной инстанции провозглашается верховный федеральный суд который имеет право пересмотра законов при их несоответствии конституции 17 18 веках в россии формируется государственный совет как высший законосовещательный орган состоящий из нескольких департаментов департаментов законов департамента гражданских и духовных дел науки торговли и другие департаменты позже появляется кабинет министров создается государственная дума обладающая правом законодательной инициативы на местах в период царствования александра второго образуется губернская земская управа уездные и губернские земские собрания ряза преобразовавшиеся впоследствии в более совершенные органы местной государственной власти как вы знаете из истории российского государства после октябрьской революции в россии эти госорганы были упразднены рассмотрим принципы государственной жизни так государственная жизнь начинает строиться на новых принципах обеспечивающих эффективное функционирование механизма государства как вы знаете принципы это общее начало общей идеи первый принцип это принцип представительства интересов граждан во всех звеньях государственного аппарата следующий принцип разделения властей на законодательную исполнительную судебную который формирует механизмы исключающие произвол со стороны властных органов и должностных лиц следующий принцип принцип гласности и открытости в деятельности государственного аппарата следующий принцип высокий профессионализм и компетентность государственных органов очень важный принцип принцип законности правовых начал в деятельности всех составных частей механизма государства следующий принцип принцип демократизма формирование и деятельности государственных органов следующий принцип субординация и четкое взаимодействие между общей федеральными органами центром и государственной властью членов федерации и так механизм государством выступает основным субъектом осуществления государственной власти через государственный аппарат его органы государство осуществляет возложены на него задачи оказывает заметное влияние на стабилизацию и развитие общественной жизни способствует углублению демократии и организованности в стране процветанию и благополучию населения в определенных случаях властные государственные функции могут осуществлять и негосударственные организации если они на это уполномочены государства рассмотрим с вами второй учебный вопрос органы государства и их классификации итак мы с вами с первого учебного вопроса выяснили что механизм государства состоит из различных частей специфическое устройство и выполняющих свойственные им функции орган государства это составная часть механизма государственного государства имеющая в соответствии с законом собственную структуру строго определенные полномочия по управлению конкретной сферы общественной жизни и органически взаимодействующие с другими частями государственного механизма образующимися единое целое рассмотрим признаки государственных органов в первую очередь государственные органы образуются в законодательном порядке они являются самостоятельными элементами государственного аппарата тесно взаимодействуют между собой и квалифицируются по порядку их создания и характеру выполняемых задач по указанным признакам государственные органы можно подразделить на три основные группы первая большая группа это представительные органы вторая исполнительные органы и третья группа это судебные правоохранительные органы в том числе органы конституционного надзора рассмотрим эти государственные органы к числу представительных государственных органов относятся законодательные учреждения и местные органы власти и самоуправления они формируются путем издания избрания их населением страны действуют от его имени и ответственно перед ним функции законодательной власти осуществляет высшие представительные органы государства законодательный орган занимает главенствующее положение в механизме государства поскольку в соответствии с принципом разделения властей законодательная власть является наиболее важной она устанавливает общее обязательные требования которые исполнительная власть должна проводить в жизнь и которые служат законодательной основой для деятельности судебной власти. При демократическом государстве высшим представительным и законодательным органом является парламент. Парламент это общеродовой термин. В ряде стран законодательный орган непосредственно именуем парламентом. В отдельных странах он называется иначе. Допустим в Польше это Сейм, в Исландии Альтинг, в Соединенных Штатах Америки Конгресс. Парламенты могут иметь двухпалатную и однопалатную структуру. В федеративных государствах парламенты состоят из двух палат. Верхний и нижний, которые обладают одинаковыми законодательными полномочиями. В США, допустим, это Палата представителей и Сенат. В Индии Народная палата и Совет Штатов. В Германии, допустим, законодательные полномочия осуществляет нижняя палата Бундестаг. А Бундестрат может лишь затормозить принятие закона, а протестовать его в федеральном конституционном суде. Двухпалатная парламентская система имеет место и в некоторых унитарных государствах. Допустим в Великобритании. Палата Общин и Палата Лордов. Помимо законотворчества, парламент обладает и верховными финансовыми полномочиями. Он осуществляет контроль над исполнительной властью, а также решает другие важные вопросы государственной жизни общества. Важным фактором в деятельности многих парламентов является оппозиция, включающая депутатов парламентского меньшинства, которые расходятся по определенным вопросам с политикой парламентского большинства и правительства. Финансовые полномочия парламента заключаются прежде всего тем, что представительные органы рассматривают проект государственного бюджета, составляющий парламентскую прерогативу. Они утверждают государственный бюджет, сравнивают общую сумму расходов с общей суммой доходов, классифицируют расходы по статьям, определяют их важность для экономики и других сфер жизни, и таким образом делают достаточно эффективный парламентский контроль за расходованием финансовых средств государства. Парламент осуществляет контроль различными методами, то есть определенными способами и приемами воздействия. В первую очередь, что парламент участвует в назначении различных должностных лиц и органов, составляющих исполнительную власть. Главный вид контроля – это назначение главы государства. Далее, парламент участвует в процедуре назначения главы правительства или кабинета министров. Рассмотрим ответственность исполнительной власти перед парламентом. Итак, глава государства по решению высших представительных органов государственной власти лишается своих полномочий. Второе. Правительство одновременно с главой государства уходит в отставку. Третье. Парламент может лишить мандата отдельных членов правительства и на их место назначить новых. Четвертое. В соответствии с принципами, лежащими в основе парламентской системы, «Роспуск парламента по требованию главы государства или правительства сопровождается их ответственностью перед парламентом». Так, уважаемые господа студенты, рассмотрим еще местные органы государственной власти. Это такие государственные органы, которые имеют представительный характер и действуют в пределах соответствующих административно-территориальных единиц. Муниципальных советов, префектурных собраний, Советов народных депутатов, национальных советов. Местные представительные органы избираются непосредственно населением административно-территориальных единиц. Местным органам подведомственных в пределах установленных законом местные предприятия, местный бюджет, вопросы местного благоустройства, транспорта, водоснабжения, бытового обслуживания, народного образования, здравоохранения, поддержания правопорядка, гражданской обороны, противоправной безопасности и другие. Итак, мы с вами вкратце рассмотрели именно в структуре государственной власти представительные органы. Далее рассмотрим с вами исполнительные органы государственной власти. Итак, глава государства в большинстве стран выступает носителем высшей исполнительной власти. В конституционных монархиях главой государства формально является монарх. Он является верховным главнокомандующим и представляет страну в международных отношениях. Фактически же все эти полномочия от его имени осуществляются правительством и его органами. Итак, рассмотрим вопросы с президентством. Итак, президент в странах с республиканским правлением главой государства обычно является президент со следующими полномочиями. Он принимает иностранных дипломатических представителей, назначает послов, расифицирует международные договора и соглашения, является главнокомандующим вооруженными силами. В президентских республиках президент имеет также право назначать и смещать министров и всех высших гражданских и военных чиновников, издает указы, регулирующие различные стороны государственной жизни. В парламентских республиках роль президента заключается в формальном представлении высшей исполнительной власти, так как реально ее осуществляет глава правительства. Итак, что из правительства у нас? Правительство – это высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти, который непосредственно осуществляет управление страной. Правительство возглавляется главой правительства, который именуется премьер-министром, председателем совета или кабинета министров, первым министром, канцлером. Правительство может быть коалиционным и однопартийным. Судебную ветвь власти исполняют у нас судебные органы государственной власти. Итак, что такое суд? Суд – это орган государства, осуществляющий правосудие в форме разрешения уголовных, гражданских и административных дел, установленных законами данного государства в процессуальном порядке. В системе государственных властей судебная власть выступает главным уравновешивающим механизмом, позволяющим эффективно направлять действия законодательной и исполнительной власти в правовые рамки. Система суда включает в себя различные специфические судебные учреждения – гражданские, административные, военные, транспортные и иные суды. Суд опирается только на закон и только ему подчиняется. При осуществлении правосудия он руководствуется такими демократическими принципами, как равенство всех перед законом и судом, участие присяжных заседателей, право обвиняемого на защиту, гласность судопроизводства. Прокуратура у нас является составной частью судебной системы, либо отделена от него, как бы является обособленной. Функции прокуратуры заключаются в расследовании преступлений. Принятие мер к нарушителям правопорядка, санкционирование арестов. Прокуратура поддерживает в судах обвинения, осуществляет функции надзора за соблюдением законности в стране. Нотариат. Нотариат у нас представляет собой систему государственных органов, функции которых входят удостоверение имущественных сделок, формирование наследственных прав, засвидетельствование документов для придания ими юридической достоверности. Нотариальная деятельность придает законную форму различным фактическим обстоятельствам и тем самым содействует утверждению правового порядка в общественной жизни. Рассмотрим третий учебный вопрос. Вооруженные силы в механизме государства. Итак, существование государства нерасрывно связано с вооруженными силами, войском армии. Они всегда играли заметную роль в решении внутренних и внешних задач государства и сейчас являются важнейшим элементом его механизма. На различных этапах развития человеческого общества армия использовалась государством для завоевания новых территорий и подавления выступлений собственного народа, протестующего против проводимой государством политики. С формированием правовых начал в государственной жизни мирового сообщества деятельность вооруженных сил цивилизованных стран стала переходить в русло оборонительных задач, то есть защиты от возможной внешней агрессии. Структура и функции вооруженных сил определяются конституцией государства и специальными законами, законам, допустим, об обороне, законам вооруженных силах и другие законы. Высшее руководство вооруженными силами осуществляет высшие представительные органы государственной власти, это глава государства, как правило, или глава правительства. Непосредственное же руководство вооруженными силами осуществляет Министерство обороны, состоящее из различных органов военного управления, возглавляемых министром обороны. В состав Министерства обороны ряда стран входит Генеральный штаб, Управление главнокомандующих видами вооруженных сил, Управление тыла, Главное и Центральное управление. В структурном отношении вооруженные силы состоят из армии и военно-морского флота. В свою очередь армия делится на сухопутные войска, ракетные войска стратегического назначения, войска противовоздушной обороны и военно-воздушные силы. Виды вооруженных сил состоят из родов войск сил, которые в организационном отношении объединяются в подразделения, части, соединения и объединения. Структурно вооруженные силы комплектуются со следующим принципом. На начало добровольности и на начало всеобщей воинской обязанности, или по смешанному признаку и добровольности, и воинской обязанности. Разновидностью воинской обязанности является альтернативная служба, которая позволяет дифференцировать граждан, призываемых на военную службу, в зависимости от состояния здоровья, религиозных, национальных и иных убеждений. Таким образом, уважаемые господа студенты, подведем итог данной краткой обзорной лекции. Что механизм современного государства у нас представляет собой ту материальную силу, которая способна и должна обеспечивать гармоничное развитие общественной жизни, охранять законные интересы своих граждан и их объединений, выступать гарантом стабильной, разумной политики на международной арене. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА